Главным и наиболее распространенным видом негативного воздействия человека на биосферу является загрязнение окружающей среды. Загрязнением называют поступление в окружающую среду любых твердых, жидких и газообразных веществ, микроорганизмов или энергий в количествах, вредных для здоровья человека, животных, состояния растений и экосистем. Загрязнение можно классифицировать по разным критериям. В зависимости от происхождения различают природное и антропогенное загрязнение. Первое обычно вызвано природными катастрофами и явлениями, например, извержением вулкана, селями, торнадо, цунами и другими. А второе обусловлено деятельностью человека. По масштабам распространения загрязнение может быть локальным, региональным или глобальным. Локальное загрязнение возникает вокруг небольшого района, промышленного предприятия, населенного пункта и других мест. Данный вид загрязнения характерен для крупных промышленных предприятий, животноводческих и птицеводческих комплексов, районов добычи полезных ископаемых. Региональное загрязнение – это загрязнение, обнаруживаемое в пределах относительно обширных пространств, охватывает значительные участки суши и водоемов. Примером такого загрязнения может служить загрязнение Балтийского и Средиземного морей. Глобальное загрязнение – это загрязнение окружающей природной среды или ее составляющих, обнаруживаемое вдали от источников загрязнения практически в любой точке планеты. Чаще всего оно связано с выбросами загрязняющих веществ в атмосферу, которые распространяются на большие расстояния и оказывают воздействие на крупные регионы и планету в целом. Примерами такого загрязнения могут служить повышение концентрации углекислого газа в атмосфере, которое, по мнению ученых, может вызвать изменение климата Земли, или выбросы фреонов в атмосферу, приведшие к разрушению озонового слоя. Загрязнение может носить химический, физический, физико-химический или биологический характер. Все виды загрязнений могут присутствовать как отдельно, так и совместно. Химические загрязнения являются наиболее распространенными и часто наиболее опасными для живых организмов. Объектами загрязнения являются воздух, поверхностные и подземные воды, почва, растительность и животный мир, околоземное пространство. Источником загрязнения служит объект, в результате деятельности которого в окружающую среду поступают загрязнители, ухудшающие качество окружающей среды. Источниками антропогенного загрязнения являются промышленные предприятия, в том числе предприятия электроэнергетики, сельское хозяйство, разные виды транспорта, жилищно-коммунальное хозяйство. Источники антропогенного загрязнения при осуществлении своей деятельности выбрасывают загрязняющие вещества в воздух, сбрасывают вещества со сточными водами в водный объект, образуют отходы, которые затем размещаются в окружающей среде. Характер загрязнения и его последствия зависит от загрязнителей, поступающих от источника воздействия. Загрязняющее вещество – это вещество или смесь веществ, количество и или концентрация которых превышают установленные нормативы и оказывают негативное влияние на окружающую среду. Загрязняющие вещества могут поступать в окружающую среду непосредственно из источника загрязнения. Такие вещества называются первичными. Также они могут образовываться в результате биогенных и абиогенных трансформаций непосредственно в объектах окружающей среды. Такие загрязнители принято называть вторичными. Важное значение для экосистемы имеет стойкость загрязнителя. Стойкость загрязнителей – это способность вещества длительное время сохранять свои свойства в окружающей среде. Нестойкие загрязнители легко разрушаются биологическими процессами. Стойкие загрязнители, в отличие от нестойких, быстро не разлагаются и аккумулируются в трофических цепях и биосфере. Стойкие загрязнители несут значительную угрозу окружающей среде и здоровью человека. Наиболее распространенными антропогенными загрязняющими веществами являются в атмосфере оксиды углерода, азота, серы, взвешенные вещества, органические соединения, бензопирен. В гидросфере – растворимые соли тяжелых металлов, органические соединения, нефтепродукты. В почве – соли тяжелых металлов, нефтепродукты, пестициды. В биосфере – ксенобиотики. К ксенобиотикам относятся тяжелые металлы, диоксины, пестициды, радионуклиды, различные консерванты. Ксенобиотики, попадая в живые организмы, могут вызывать нежелательные эффекты, например, токсические или аллергические реакции, изменение наследственности, снижение иммунитета, специфические заболевания, например, злокачественные опухоли, нарушение обмена веществ, нарушение хода естественных процессов в экосистемах. Массовое производство человеком ксенобиотиков многократно увеличило риск трансформации биосферы. Загрязнение оказывает негативное воздействие как на окружающую среду, так и на человека. Например, с загрязнением атмосферы связаны такие экологические проблемы, как возникновение парникового эффекта и изменение климата, разрушение озонового слоя, появление смога. Смогом называют опасное загрязнение атмосферного воздуха, характеризующиеся сочетанием пылевых частиц и капель густого тумана. Интенсивный смог вызывает различные заболевания у людей. Удушье, приступы бронхиальной астмы, аллергию и другие. Отрицательно влияет на растительность, способствует разрушению сооружений, а также памятников архитектуры. Возникновение смога особенно характерно для крупных городов. Таким образом, в процессе жизнедеятельности человек использует большое количество природных ресурсов, при этом возвращая обратно в природу загрязняющие вещества в виде газообразных, жидких и твердых отходов. Так как объем поступающих веществ много больше, чем самоочищающаяся способность биосферы, происходит загрязнение окружающей среды. При этом загрязнение окружающей среды сопровождается разнообразными видами ущерба, в том числе экономическим. Экономический ущерб проявляется в снижении качества и продуктивности сельскохозяйственных, лесных, рыбопромысловых и других угодий, уменьшении рекреационных ресурсов ландшафтов, в увеличении заболеваемости, смертности и снижении трудоспособности населения и так далее.